В центре города уличных стоянок хватает. Вот только инвалидам-колясочникам воспользоваться этой услугой порой довольно сложно. Спецместа, предназначенные для них, чаще всего занимают обычные водители. По правилам городских стоянок 10% парковочных мест отдаются для автомобилей, управляемых инвалидами. Такое парковочное место значительно шире обычного и имеет специальный знак. Но нередко сочинские водители занимают и такие места, несмотря на то, что штраф за такое нарушение достигает 3000 рублей. Служба эвакуации на улицах Сочи работает исправно. Вот только освобождать на придорожных парковках места для инвалидов не торопится, а предпочитая заниматься автомобилями, стоящими в неположенном месте. Не спешат следить за порядком на уличных стоянках и сотрудники ДПС. Александр Сапко об этом знает не понаслышке. Водитель с почти 30-летним стажем практически все это время он управляет автомобилем, имея статус инвалида-колясочника. Решать непростую задачу с парковкой, по словам Александра, ему приходится ежедневно, отправляясь в центр города по рабочим делам. И на помощь ему редко кто приходит. Подошел инспектор ДПС и стал говорить, что я стою в неположенном месте. На мои увещевания, что мое положенное место занято, он мне ответил, что это не наша обязанность освобождать вам место. То есть меня он со свободного места, не инвалидного, просто отогнал. А место, которое нужно было занять, никто даже не попытался освободить. Случается, что Александру удается достучаться до сознательности водителей, но это скорее исключение из правил. Тем более водителей, захвативших чужие парковочные места, обнаружить рядом с машиной можно далеко не всегда. Поэтому ситуация, когда сочинцы не обращают внимания на спецразметку на асфальте и ставят своих железных коней на свободные места, для Сочи сегодня вполне обычная. Смогут ли сочинцы соблюдать правила парковки, в борьбе за стоянку покажет время. Но инвалиды-колясочники все же верят, что здравый смысл и сердечность горожан смогут победить хамство и беспринципность на дорогах.